Всем тихой ночи. Итак, в предыдущем видео было голосование по поводу темы следующего ролика, и первое место заняли сразу три темы, потому победила соревновательная эсхатология. Она помнится ещё в первых голосованиях появлялась и настало её время. Хоть мне подобные хабы, состоящие полностью из рассказов, не имеющие ни одного собственного объекта, не особо нравится, но история тут по-своему интересная. Во всяком случае, если воспринимать соревновательную эсхатологию не как SCP, а как сборник рассказов про SCP. Во вселенной фонда существует множество миров, и многие из них своё существование прекращают. Конец света тут вещь почти обычная, происходящая в мультивселенском масштабе на каждом углу. А что если есть такой мир, на который набросились все возможные разрушительные силы сразу? Все древние боги, от всяких местных духов до самых глобальных. Все беды и могущественные артефакты. Всё это решило разорвать один единственный мир в клочья. Такой, конечно же, есть. И для этого мира есть свой каноничный SCP-001. Тот, который на вид является простым украшением из чёрного камня с замочной скважиной. Аномальное его свойство в том, что его нельзя сломать, просканировать и никак открыть. И вот в том самом мире, где именно этот SCP-001 является настоящим, однажды появилось загадочное ангелоподобное существо по имени Предвестник, забралось в камеру содержания 001, достало ключ и открыло шкатулку. Кстати, чтение рассказа с этими событиями уже есть на этом канале. Ссылка на то видео в описании. В то же время в сон к ней самый важный учёный фонда София Лайт приходит SCP-990, человек из снов, и объявляет ей, что апокалипсис начинается прямо сегодня. И вскоре она видит первый его день. Впоследствии София Лайт, следуя советам существа из снов, объединиться с длани змеи, чтобы попытаться спасти мир. Но когда она только проснулась от вещего сна, первое, о чём она узнала, что произошли нарушения условий содержания практически во всех зонах SCP. Самые разные существа вырвались на воле, чтобы увидеть апокалипсис. На события сразу отреагировал другой SCP-001, тот, что страж врат. Огромный огненный ангел с мечом закончил нести свою службу. Врата за ним открылись. Из них вышла целая армия таких, как он. Армия горящих ангелов, впрочем, не сумела сделать особенно много. Ведь на пути ей встретился внезапно взбесившийся SCP-505. Обычно этот объект на вид это просто ручка для письма, надписи сделанные которой живут своей собственной жизнью, бесконечно растекаясь по миру и отравляя людей и животных. Теперь эта неприметная ручка нарисовала себе целую армию, желая уничтожить мир по-своему. Конец света же. Чернильных монстров ангелоподобное войско, конечно же, победило. Но только для того, чтобы столкнуться с новыми армиями порождений, самых разных объектов, когда-то охранявшихся фондом SCP. Один за другим объекты, находившиеся на содержании, начинали свой поход против всего человечества. Вот SCP-460, спиритуальный шторм, превратился в целую армию призраков, шествующих по планете. А вот SCP-1688, грозовой разум появился над своей зоной содержания, в виде недоброй тучи, и начал выжигать разрядами молнии всё вокруг. Ещё одна метеорологическая аномалия, восставшая против всего человечества, это SCP-1108, болотный бог, с виду просто облако в виде причудливого монстра. На деле же является довольно опасной аномалией сама по себе. Из-за того, что в месте, где она пролетает, появляется целая куча голодных аллигаторов. Теперь, когда миру приходит конец, аномалия материализовалась в виде огромного крокодила, одним ударом своего хвоста разносящие человеческие постройки. Да ещё и создаваемые им животные стали куда опаснее и агрессивнее, но опасность приходит не только с неба. На Земле есть, например, SCP-303, человекоподобное существо с огромной пастью, знаменитое тем, что поджидает своих жертв за закрытой дверью. Оно сбегает из камеры содержания и прихватывает с собой SCP-573, флейту, которая позволяет подчинять животных и вызывать паранойю и эмоциональную нестабильность у людей. Зачем дверному монстру эта флейта, непонятно. Наверное, так охота на жертв будет проходить веселее. Появляются и другие существа. На планету прибывает верховное божество народа, известного как SCP-1000 или Йети, они же снежные люди. Оно отправило своих подопечных в последний бой, в надежде снова отвоевать планету безволосых обезьян. Объявились и достаточно необычные участники для таких событий. Вот даже SCP-765, обычно представляющий собой пруд сутками, имеющий аномальное воздействие на психику человека, даже такая штука решила как-то по-своему разрушить мир. Даже она пожелала принять участие в безумном соревновании разрушения. Что уж говорить о всяких когтистых и зубастых представителей мира SCP. И, конечно же, какой конец света без всадников апокалипсиса. Первый всадник апокалипсиса, он же Белый или Болезнь, оказался скрыт в SCP-231-7. Той самой женщине, которая собирается родить Алого Короля. А фонд ей этого сделать не дает, производя над ней настолько ужасные манипуляции, что аж сам Алый Король в ужасе. Она вместо рождения монстра из бездны сама переродилась в могущественное сверхъестественное существо, одного из всадников конца. Но вместо того, чтобы разрушить и так же умирающий мир, она прощает фонд и отправляется путешествовать по космосу. Вторым всадником, то есть войной, оказался SCP-993-клоун Помпон. Он хоть и существует только в виде анимации внутри телевизионного вещания, но после нарушения условий содержания, цветастое существо появляется в каждом телевизоре мира, для того, чтобы сеять вражду и раздор по всей планете. Союзников в этом деле себе рисованный клоун выбрал довольно необычных. Он сумел договориться с SCP-097, аномалией, представляющей собой область пространства, где происходят разные опасные вещи, в стиле Хэллоуина, с тыквами и скелетами. Как именно эта аномалия поможет сеять хаос в мире, вопрос, конечно, интересный. Но ему, клоуна, наверное, виднее. Да и конец света в стиле Хэллоуина, наверное, веселее, чем какой-нибудь обычный скучный. Пугало с тыквами на головах, заполняющие собой города, набрасывающиеся на людей. То еще зрелище. Особенно, если у них под ногами болтаются злобные плюшевые мишки, шитые из частей человеческих тел. Да, к армии клоуну Помпона также примкнули и мишки, известные как SCP-1048. После второго всадника апокалипсиса появляется и третий. Третий всадник апокалипсиса, следующий после войны это голод. Таковым стал SCP-027, Повелитель мух, неприятный объект, вселяющийся в человека. После чего бедолагу начинают окружать непонятно откуда берущиеся различные насекомые, атакующие к тому же всех окружающих. В какой-то момент текущий носитель Повелителя мух вместо насекомых начал создавать целые орды мышей и крыс, а это гораздо хуже. SCP-027 начал постоянно менять носителя, наполняя грызунами поначалу зону SCP, где он находился, а в перспективе весь мир. Армии мышей и крыс, прокатывающиеся по континентам, определенно должны вызвать голод. Четвертый всадник апокалипсиса это гибель, и кем он тут станет довольно очевидно. Это ненавидящий все человечество и мечтающий его полностью уничтожить SCP-682. Некая высшая сила простила это проклятое существо и вернула ему его настоящие силы. В результате 682 легко вырвался из камеры содержания и отправился разносить мир вокруг, прихватив с собой девочку, содержающуюся под номером SCP-053 в качестве собственного всадника. А самое SCP-682 это выходит как бы её конь? На удивление, не везде на планете творится тотальное разрушение. Некое малоизвестное божество, появившееся на Шри-Ланке, напротив, решило устроить там утопию. Могущественное существо запретило деньги, устранило неравенство и сделало невозможным все виды насилия. Единственная проблема, наверное, только в том, что люди в этом государстве практически лишились возможности делать что-то по своей воле, что тоже своего рода конец света. Также всё относительно спокойно в самой большой зоне SCP в 19-й. Там суету наводят, наверное, только SCP-894. В перерывах между побегами кеттеров, конечно же. Простенький объект в виде пластиковых фигурок трёх обезьян, которые теперь бегают по всей зоне и делают сотрудников временно немыми, слепыми и глухими. Но это определённо не самое страшное, что видела зона 19. Кстати, в мире соревновательной эсхатологии нынешний администратор фонда SCP-женщина, и она занимает свой пост после того, как предыдущий превратился в SCP-990, того самого мужика из снов, который делает ужасные предсказания, и до этого являлся Софией Лайт. SCP-990 или старый администратор является новому, и они обсуждают, что же теперь делать. Сразу становится понятно, что нужно понять, чем же таким был предвестник, и как можно закрыть SCP-001, с которого всё начинается. Ведь пока он открыт, самые чудовищные существа выбираются из своих камер содержания, а то и вообще из небытия, чтобы сразиться с богами, пока те в свою очередь пытаются начать конец света, предусмотренный той религией, с которой они происходят. И для начала фонда приходится несколько поступить со своими принципами. На месте многих зон SCP вспыхивают ядерные взрывы, уничтожая огромное число хранящихся в них аномальных объектов, содержание которых теперь просто не имеет смысла. Да и ресурсов у фонда оставалось всё меньше. Большая часть его сотрудников была убита, вырвавшимися на свободу объектами. Даже среди Совета О5 живых осталось не так уж и много. Казалось бы, всё кончилось, но объявился тот самый загадочный предвестник. Он оказался одним из сотрудников фонда, по имени Трой Ламент, и он разослал по всем уцелевшим учреждениям SCP одно загадочное сообщение. Инициировать протокол Ганимед. Все зоны с этого момента независимы. С богом. Давно внесённый в базу SCP протокол, делающий все зоны независимыми крепостями, вступил в силу, официально закончив существование единой организации. По крайней мере в этом мире. Кстати, уже пару раз упомянутая София Лайт с группой сотрудников фонда решила вообще покинуть умирающий мир и отправилась в измерение библиотеки странников, которые, как известно, болтаются где-то между мирами. Впрочем, ничем особенным это не закончилось. София и её люди так и провели остаток своих жизней, перебирая бесконечные книги и не находя ответов. На такой вот неопределённой ноте и заканчивается серия историй про соревновательную эсхатологию. Но не заканчивается сама по себе история этого мира. Она продолжается в рассказах про отдел тактической теологии, который восстал на руинах SCP в мире победившего апокалипсиса. Но это уже совершенно отдельная тема, и может когда-то она тоже будет рассказана на этом канале. Так что не забывайте в комментариях писать, о чём мы ещё не говорили тут, за что будет больше голосов, а там и будет следующее видео по голосованиям. А пока, всем пока!